Итак, сразу же после митинга стартовал традиционный парад военной техники, в котором приняли участие ветераны, сотрудники администрации, молодежь. Открывалось шествие, как уже сказала моя коллега Анна Троян, мотоколонна из 30 байкеров. Это наши рыбобайкеры из Малаховского клуба «Свобода двух колес». Им выпала такая честь вести знамена победы. Сразу же за ними можно увидеть боевая техника, БТР, автомобили. Они торжественно несут знамена, это копии знамена победы. Шествие двигалось по направлению от администрации к памятнику «Вечный огонь». А вот и Катюша, кстати, попала на кадры. Легендарная боевая машина победы едет среди военной техники. Со стороны наблюдают жители. А вот следом, смотрите, это лошади и кинологи с собаками. Все мы помним, какую роль сыграли друзья, братья наши меньшие в Великой Отечественной войне, которые обнаружали мины, выносили бойцов с полей сражений. Ветераны, конечно, по традиции принимали участие в параде. По традиции их везли на военных машинах. Вот машут нам руками. Да, следом идет пешая колонна, также ветераны, дети войны, труженики тыла. Все они вместе со своими орденами. И мы, как мы видим, несли портреты своих дедов, прадедов, отцов, которые воевали в Великой Отечественной войне. Также в параде приняли участие и сотрудники организации городского округа Люберцы. Это предприятие, как и ЖКХ, бизнес-сообщество. Вот можем с высоты птичьего полета оценить масштаб шествия. Напоминаю, шествие шло по Октябрьскому проспекту, от здания администрации до мемориала «Вечный огонь». По прогнозам в параде должны были принять участие не меньше 10 тысяч человек. Но, думаю, такие прогнозы сбылись, потому что такой праздник, как День Победы, никого не оставляет равнодушным никогда. У памятника «Вечный огонь», куда в итоге пришел парад, собирались жители и участники парада на возложение цветов. Оно традиционное, проходит 9 мая каждый год. Здесь собираются ветераны. Кстати, ветеранов в округе проживает сейчас 268 человек. Вот такая точная цифра. Их с каждым годом все меньше и меньше. Но благодарить их мы не устанем никогда. Цветы первыми, такая честь выпала, возложить цветы к мемориалу «Вечный огонь». Это председатель Совета ветеранов городского округа Люберца Юрий Орехов. Они несут цветы вместе с главой городского округа Владимиром Петровичем Ружицким. И рядом с ними Лидия Антонова, депутат Государственной Думы. Кстати, в параде также приняли участие юнормейцы. Молодежь у округа – это юнормейцы, ученики школ, люберецкого техникума. Это Российская таможенная академия, люберецкий техникум – это МЧС, наши будущие спасатели, наши будущие медики. Вот можем еще раз посмотреть, сколько народу собралось у «Вечного огня». Действительно, они меньше 10 тысяч человек.